Бывает гемоглобин высокий, но это не говорит о том, что нет гипоксии. Почему без белка не усваивается железо? Железо необходимое для синтеза гормонов. Препараты от изжоги, боли в животе, ингибиторы протонной помпы, альмальгели, всякие амезы и прочие-прочие лекарства, которые снижают кислотность желудочного сока, блокируют выработку соляной кислоты. И при этом состоянии сниженной кислотности желудочного сока мы автоматически впадаем в этот железодефицит, потому что отсутствуют условия для усвоения железа. Условия гипоксии, условия дефицита железа, гипоксия, которая является следствием дефицита железа, очень хорошо себя чувствуют всегда только эти злокачественные клетки. Чтобы развелась анемия, это годы уходят, и мы просто это упускаем. И вот наша большая задача не допустить анемию, остановить развитие дефицита железа на этапе самых первых клинических проявлений. В общем, в анализе крови есть другие моменты. Это количество эритроцитов, гематокрит, объем эритроцитов, концентрация гемоглобина в эритроците. То есть вот такие тонкие уже моменты, тонкие показатели, по которым мы уже можем видеть, что да, да, есть, даже если не анемия, есть скрытый дефицит железа. По гематокриту, по количеству эритроцитов мы можем заподобить дефицит белка. По объему эритроцитов мы можем понять, насколько хватает витаминов группы В и омега-3, полинасыщенных жирных кислот. Когда пациент обращается с анемией, ему просто назначают препараты какие-то железа, отправляют его там на месяц, на два, и на этом все дело заканчивается. Человек железо это пропивает, вроде бы там гемоглобин у него поднялся, проходит какое-то время, и как будто никакого лечения и в помине не было. Если мы с вами съедаем железо, неважно, с продуктами питания, либо с каким-то лекарственным препаратом, либо с добавкой, железо это усваивается в кишечнике, через просвет кишечника, в кровоток, и в кровотоке его тут же подхватывает специальный белок, трансферин. Белок, обратите внимание, если общий уровень белка в организме снижен, будет снижен и белок трансферин, который участвует в переносе железа. Бывают ситуации, когда мы по анализам видим высокий уровень ферритина, и тут у многих возникает вопрос, ага, ферритин у меня высокий, значит, у меня все в порядке. Не всегда, не всегда, я сразу скажу, здесь очень много нюансов, и мы никогда не оцениваем уровень железа только по одному, допустим, уровню гемоглобины и только по одному уровню ферритина. Есть еще другие показатели, которые мы оцениваем всегда в целом в комплексе. Очень важно при лабораторной диагностике оценивать комплекс показателей и гемоглобин, и трансферин, и ферритин, и коэффициент насыщения трансферина, потому что такие компоненты пищи, как кальций, магний, фитаты, танины, они все препятствуют усвоению железа. Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня видео будет предельно важным для всех людей, кто даже этого не понимает, потому что речь пойдет про дефицит железа, железа, ферритина и разные состояния. Например, когда бывает железодефицит, а ферритин повышен, о чем это говорит. Как восполнить дефицит железа, в норму привести ферритин? Ну, в общем, об этом. И сегодня у меня на связи доктор Ксения Владимировна. Ксения Владимировна, добрый день. Представьтесь, пожалуйста, и давайте про это начнем. Добрый день, Юрий Андреевич, добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Ксения Владимировна Машак. Я в основной своей специальности врач-косметолог. Уже 20 лет практикую. Но последние 5-7 лет я занимаюсь интегративной медициной, профилактической, холистической. То есть занимаюсь таким системным восстановлением здоровья человека. Мои основные пациенты – это как раз пациенты с железодефицитом. Как правило, это основная масса. Это, конечно, женщины в связи с моей основной специальностью. Но я скажу, что и мужчины точно так же находятся в дефиците железа, нисколько не меньше. Проблема эта на самом деле очень актуальна. Невероятно актуальна. То есть мы сейчас в наше время находимся даже в такой, я бы сказала, пандемии дефицита железа. Самая страшная здесь ситуация в том, что люди живут в этом дефиците и его не замечают. Даже не догадываясь о том, что этот дефицит есть, привыкая к этому состоянию своему и ссылаясь на какую-то просто усталость, слабость, утомляемость, стрессы, какие-то большие нагрузки. Моя основная задача – увидеть вот этот дефицит на ранних стадиях. Не допустить развития анемии, не допустить развития каких-то серьезных, тяжелых осложнений. Раньше, на самом деле, считалось, что вегетарианцы, да, подвержены больше какому-то этому состоянию дефицита железа в связи с такими определенными моментами в питании. Но я вам сразу скажу, что нет. И вегетарианцы, и мясоеды – все мы в одной лодке, и те, и другие одинаково подвержены этому состоянию. Причин здесь огромное количество. Я бы хотела акцентировать на некоторых ваше внимание, потому что, чтобы устранить вот этот дефицит, именно вылечить, избавиться от него, нужно понять, какая причина, что привело к причине появления этого состояния. Либо банальное просто отсутствие железа в рационе питания, либо какой-то очаг хронического воспаления, либо повышенный расход. То есть вот с этим нужно разобраться, для того, чтобы нам поставить такую жирную точку и не допустить прогрессирования этого состояния. Кратенько поясню вообще железо, для чего нам нужно нашему организму, почему мы так во все колокола бьем, зачем нам это железо необходимо. У всех на слуху, конечно, в первую очередь гемоглобин. Гемоглобин, кислород, гипоксия. То есть это вот самые такие на слуху состояния, которые связаны с железом, с дефицитом железа. Действительно, железо сходит в состав гемоглобина, важнейшего белка, который переносит на себе кислород и питает каждую клеточку нашего органа, чтобы каждая клетка получила тот самый кислород, чтобы произвести энергию, чтобы продлить жизнь себе и, соответственно, всему нашему организму. Иммунитет. Иммунитет – это тоже важнейшая функция железа. Без иммунитета иммунные клетки не синтезируют свои цитокины, определенные вещества, которые борются с вторжением вирусов, бактерий, каких-то патогенных микроорганизмов. То есть за все это отвечает иммунитет. И без железа не работают вот эти ферменты, которые борются с чужеродными вот этими веществами. Железо необходимо для синтеза гормонов. В первую очередь гормонов астероидных – это половые гормоны, тестостерон, эстрогенный прогестерон, это гормоны надпочечников, самые главные наши антистрессовые гормоны, гормоны щитовидной железы. То есть без железа останавливается синтез. И нет гормонов, нет, соответственно, каких-то функций организма. Организм уже утрачивает свое здоровье, свое правильное функционирование, правильный вот этот мотор, который в нас заводится при рождении. Самый активный расход железа у нас происходит в митохондриях, такие маленькие в наших клеточках структуры, которые, их можно назвать такими энергостанциями, теплостанциями нашими. То есть они производят огромное-огромное количество энергии, поддерживая существование всего нашего организма. И без железа, опять же, митохондрии не могут существовать. То есть вот куда железо тратится, куда оно расходуется, и что случается, когда этого железа у нас мало. Теперь давайте, наверное, пробежимся по причинам. Почему, какие причины, по каким причинам мы недополучаем железо. Но самое основное – это питание. Причем, как я уже сказала, относятся это ко всем категориям, и к вегетарианцам, и к невегетарианцам. Наш современный рацион питания по большему проценту населения неполноценный. То есть вроде бы мы тарелку свою чем-то набиваем и животы свои набиваем, но качество, конечно, очень страдает от этого. Об этом мы всегда пациентам своим рассказываем, что рацион должен быть полноценным, чтобы было разнообразие, разнообразное питание. От этого зависит здоровье желудочно-кишечного тракта. От этого будет зависеть усвоение разных микроэлементов, витаминов и так далее. Поэтому в рационе обязательно должны присутствовать максимально разнообразные продукты, в том числе и железосодержащие продукты. То есть это основная из причин, почему железо человек недополучает. Второй момент – переизбыток углеводов, переизбыток сахаров, переизбыток провоспалительных продуктов, таких как молочные продукты, рафинированные продукты, отсутствие клетчатки, отсутствие зелени, овощей, много сладкого, много газировок, чая крепкого, кофе и так далее. То есть все это бьет по состоянию здоровья желудочно-кишечного тракта, по микробиому, микрофлоре, которая сама по себе является очень важным компонентом в усвоении. То есть не просто так у нас эти микрофлоры, микроорганизмы существуют в кишечнике, они нам очень сильно помогают усваивать микроэлементы, витамины, которые мы с вами съедаем и много чего сами производят. Поэтому без здоровой микрофлоры не будет здорового организма. И на сегодняшний день огромное тоже внимание уделяется именно микробиому. И даже еще остается большим вопросом, кто на самом деле хозяин, они у нас или мы у них. То есть мы друг без друга жить не можем. То есть проблема микробиома и проблема усвоения железа тоже рука в руку всегда идут. Следующий момент, если это касается желудочно-кишечного тракта, это паразитоз. Тоже такой момент щепетильный, актуальный. То есть различные виды паразитов, которые в кишечнике существуют, они нас обкрадывают. Ну не только по железу, по и по другим витаминам, минералам, компонентам. Но железо они очень любят именно для поддержания своего существования. Поэтому какое-то именно хроническое железодефицитное состояние, анемия, особенно диети, которые вроде бы не кушают нормально, но уже имеют это состояние. Всегда мы должны исключить паразитоз. И если он есть, предпринимать какие-то действия, чтобы с ним разобраться. Следующий момент, это повышенный расход. Повышенный расход железа, это конечно растущие организмы. Это ребятишки, дети, подростки, особенно спортсмены, у кого тяжелые физические нагрузки, беременные кормящие женщины, люди после каких-то тяжелых заболеваний, инфекционных, либо травм, операций. Это всегда тоже большой расход железа, потому что требуется энергия для восстановления организма. А энергия это всегда железо. То есть для того, чтобы энергию свою поднять, всегда нужна энергия железа в достаточном количестве. После травм каких-то, после кровопотек, понятно, это тоже будет потеря большого железа. Немножечко возвращаясь к желудочно-кишечному тракту, есть определенные лекарственные препараты, которые препятствуют усвоению железа. Часто у нас, по крайней мере по своей практике, я вижу пациентов приходят, которые принимают разные препараты от изжоги, от боли в животе, ингибиторы протонной помпы, альмальгели, всякие, амезы и прочие-прочие. Такие лекарства, которые снижают кислотность желудочного сока, блокируют выработку соляной кислоты. И при состоянии сниженной кислотности желудочного сока мы автоматически впадаем в этот железный дефицит, потому что отсутствуют условия для усвоения железа. Нет уже перехода в валентное состояние, 2-3 валентного, белок уже усваивается, то есть, соответственно, усвоение будет значительно ниже. Еще один момент, связанный с питанием, это снижение потребления уровня белка в целом. То есть, не только железосодержащих продуктов, а белковосодержащих продуктов. То есть, в рационе питания, когда в основном углеводистая, какое-то мучное в основном, какие-то крупы, макароны и так далее, белка мало. Белок – это очень важный кофактор, помощник для усвоения железа. Поэтому при дефиците белка однозначно всегда будет и дефицит железа. Ну и самая тяжелая группа пациентов, которые страдают дефицитом железа, это онкопациенты. Но здесь, на самом деле, большой-большой всегда вопрос, что первично, то есть, онкология – дефицит железа, либо дефицит железа – онкология. Потому что в условиях гипоксии, в условиях дефицита железа, гипоксия, которая является следствием дефицита железа, очень хорошо себя чувствуют всегда только эти злокачественные клетки, клетки нехорошие, потому что они могут существовать и без кислорода. Им кислород для развития, для размножения не нужен. Кислород нужен здоровым клеткам, качественным клеткам, когда в условиях гипоксии растет только зло, только злокачественные клетки. Поэтому онкология – это всегда знак равно, гипоксия – это всегда дефицит железа. Да, проблема-то в чем еще глобальная, что специфического какого-то симптома дефицита железа нет. Очень много проявлений, но они маскируются под различные совершенно состояния и заболевания. Начиная от слабости, утомляемости, плохой сон, раздражительности. Ну, часто люди даже это вообще никаким образом не связывают с дефицитом железа. Ну, подумаешь, устал, ну, все устают. Стрессы там на работе, какие-то проблемы. Никто на это внимание не обращает. Раздражительность, какая-то плаксивость. Со стороны мышц, допустим, слабость, плохо переносятся физические нагрузки. То есть, если спортсмен, допустим, раньше он, допустим, отжимался там сто раз, а теперь и тридцати не может. Сложно подняться там на четвертый, пятый этаж, одышка появляется. Шум в ушах. Шум в ушах, зябкость конечностей рук, ног. То есть, вот такие совершенно-совершенно разнообразные, неспецифические проявления. То есть, до того, чтобы гемоглобин упал, и человек это увидел в анализах, это должно пройти достаточно большое количество времени. Гемоглобин держится до последнего. Организм компенсирует изо всех сил свой гемоглобин, держит его. То есть, чтобы развелась аномия, это годы уходят, и мы просто это упускаем. И вот наша большая задача не допустить анемию, остановить развитие дефицита железа на этапе только-только самых-самых первых клинических проявлений. Я вот тут добавлю, что люди думают, ну хорошо, ну ничего страшного, ну живу и живу, ну будет анемия, ну будем лечить. Вот я что хочу сказать. Пока за эти годы, когда вы допустите уже дефицит железа до той стадии степени, что уже анемия будет, вы параллельно принесете организму порой непоправимый вред в других органах и функциях, и системах. Потому что безнаказанных, что называется, без последствий годы тотального, постоянного дефицита железа не пройдут. Так что вот это надо еще иметь в виду. И потом, человек, он не вечно живет. У него есть ресурс, резерв. И этот резерв можно украсть, уменьшить у себя искусственно, в том числе, постоянным дефицитом железа. Поэтому вот допускать вот те состояния, когда человек просто даже утомляется чрезмерно, и так нельзя. Так же, как нельзя так питаться при питании, чем вот вы питаетесь. Допустим, если когда после еды вы устаете, и вот эта идиотская поговорка, что после сытного обеда полагается поспать, это путь в могилу просто стопроцентный и очень быстрый. Потому что пища должна давать энергию, а не забирать ее. А вот общие анализы крови могут ли все показать, а вот о скрытых проблемах дефицита железа? Мне кажется, не могут, потому что вот не уходят никак. У человека слабость, утомляемость, вот все эти проявления. Человек приходит к врачу, говорит, доктор, мне, ну давайте общие анализы крови сделали. Ну, у вас все в пределах нормы. А не в пределах нормы просто не все, не видят далеко не все. Вот расскажите про это. На самом деле, даже общий анализ крови нам уже много о чем рассказывает. Очень важный момент, что лабораторные референсы, так называемые, которые в лаборатории выдают, не имеют никакого отношения к нормам. То есть, когда вы получаете бланк с анализом и видите вторую колоночку, где написаны референсы или даже там норма, это совершенно не норма. Норма, это доктор должен в голове у себя держать. Референсы, это просто среднестатистические такие показатели. То есть, от и до, какие обычно в лаборатории показатели получают. Но что мы можем увидеть в общем анализе крови? Гемоглобин. Гемоглобин для женщин как минимум 130 должен быть. Для мужчин как минимум 145, то есть 150. То есть, когда мы видим гемоглобин уже на нижней границе референса, это уже тревога, это уже во все колокола нужно бить и искать глубже причины, искать на каких этапах нарушения. Тут я аналогию хочу провести. Потому что у нас сегодня вот эти аналогии, они очень многое прояснят людям. То же самое по витамину D3. Когда вы видите не то, что нижнюю границу, если вы видите среднюю границу нормы, вам ее надо дотягивать до нынешних верхних границ. Потому что нормативы в течение десятилетий, да, меняли по многим показателям в угоду конъюнктуре, так сказать, чтобы и панику не наводить, что в обществе, что это у всех дефицит, проблемы и так далее. Очень многие показатели изменили. Поэтому действительно нужен опытный специалист, чтобы он вам прояснил все это. Ну или в моих лекциях это тоже есть. Поэтому тот же витамин D3, норма потребления для нынешнего человека, минимум 5, по-хорошему, от 10 тысяч МЕ в микроединиц, международных единиц, в сутки. Это вот минимум. Кто-то говорит, это много. Были исследования американские, когда 3 месяца подряд 100 тысяч в день принимали, проблем нет. Так что 100 тысяч не надо, а 10 тысяч однозначно надо. И детям вот от 5 тысяч маленьким. Я хочу акцентировать на гемоглобине момент, потому что бывает гемоглобин высокий. Но это не говорит о том, что нет гипоксии. Здесь очень-очень важный момент. То есть бывает гемоглобин, организм компенсаторно повышает количество гемоглобина для того, чтобы хоть как-то, хоть количеством немножко вот с этой гипоксией справиться. Но это классический пример, знаете, когда спортсмены уезжают в высокогорье, ну либо вот горцы. У них всегда гемоглобин завышен, потому что в условиях гипоксии такой вот естественной, да, когда кислорода в воздухе не хватает, организм повышает сразу вот этот белок важнейший для того, чтобы перетащить как можно больше кислорода. Вот, поэтому гемоглобин, да, очень важный показатель, но тут есть нюансы, на которые мы всегда обращаем внимание. Но, в общем, анализы крови есть другие моменты. Это количество эритроцитов, гематокрит, объем эритроцитов, концентрация гемоглобина в эритроците. То есть вот такие тонкие уже моменты, тонкие показатели, по которым мы уже можем видеть, что да, да, есть, даже если не анемия, есть скрытый дефицит железа. По гематокриту, по количеству эритроцитов мы можем заподобить дефицит белка. По объему эритроцитов мы можем понять, насколько хватает витаминов группы В и омега-3, поленасыщенных жирных кислот. То есть вот такие очень важные моменты. По лейкоцитарной формуле, когда мы общий анализ крови сдаем, там же еще и лейкоциты, и лимфоциты, и эзенофилы, мы уже можем увидеть, что в кишечнике эзенофилы часто повышаются при паразитозах, при дисбиозах. Нитрофилы, допустим, сдвиг лейкоцитарный, какой-то лейкоцитарный сдвиг, тоже здесь мы можем подозревать какой-то натяг хронического воспаления, либо острого воспаления. Дефицит белка тоже по этим показателям мы можем видеть. То есть общий анализ крови в грамотных руках, он уже очень много может нам прояснить. Еще бы мне очень хотелось остановиться на таком моменте, что необходимо для того, чтобы железо максимально хорошо усвоилось. То есть мы, например, в стандартной такой нашей медицине, когда пациент обращается с анемией, ему просто назначают препараты какие-то железа, отправляют его на месяц, на два, и на этом все дело заканчивается. Человек железо это пропивает, вроде бы гемоглобин у него поднялся, проходит какое-то время, и как будто никакого лечения и в помине не было. То есть все это железо куда-то утекает, куда-то пропадает. В чем причина? Непонятная. Причина во многом здесь еще и в том, что для максимально качественного, хорошего усвоения железа нужны помощники, так называемые кофакторы. Кофакторы, которые будут помогать этому железу усваиваться. И у железа таких кофакторов несколько. Это в первую очередь белок. Необходим витамины группы В, В9, В12, в первую очередь. Необходим витамин С, аскорбиновая кислота, для того, чтобы хорошо проходила смена валентности железа. Необходим омега-3, полинасыщенные жирные кислоты, витамин D. Это самые-самые основные кофакторы, самые основные помощники, которые мы должны учитывать в комплексной терапии, в комплексном восстановлении железа. Белок. Почему без белка не усваивается железо? Железо у нас в организме просто так не плавает, не циркулирует в кровотоке. Для него нужен всегда какой-то транспортер, переносчик. Если мы с вами съедаем железо, неважно, это с продуктами питания, либо с каким-то лекарственным препаратом, либо с добавкой. Железо это усваивается в кишечнике, через просвет кишечника в кровоток. И в кровотоке его тут же подхватывает специальный белок, трансферин. Белок. Обратите внимание, если общий уровень белка в организме снижен, будет снижен и белок трансферин, который участвует в переносе железа. Поэтому очень важно на этапе компенсации дефицита железа компенсировать уровень белка. Дальше этот белок трансферин, это как такие транспортные вагончики, как тележки. Вам переносят этот белок железа дальше к органам и тканям, где уже внутри органов и тканей его депонирует другой белок, ферритин. Это такой белок, как сундучок, то есть туда все железо складируется, и в случае какой-то острой необходимости оттуда будет расход. И вот этот ферритин, опять же, при общем снижении уровня белка, ферритин будет тоже снижаться. Ну просто ниоткуда брать строительный материал, откуда синтезировать новые белки, если вообще белка мало. Но бывают ситуации, когда мы по анализам видим высокий уровень ферритина. И тут у многих возникает вопрос. Ага, ферритин у меня высокий, значит у меня все в порядке. Не всегда, не всегда, я сразу скажу, здесь очень много нюансов. И мы никогда не оцениваем уровень железа только по одному, допустим, уровню гемоглобина и только по одному уровню ферритина. Есть еще другие показатели, которые мы оцениваем всегда в целом в комплексе. Повышенный ферритин бывает вложно завышенным. Это правило на фоне воспаления. Какого-то хронического воспаления, либо после острого перенесенного, какого-то воспаления, будь то инфекция, будь то какой-то хронический очаг воспаления, где-то больные суставы, где-то больная печень и так далее, много разных причин. но очаг воспаления есть. И такой ферритин, его ещё называют белок острой фазы, то есть он реагирует на воспаление и повышается при воспалении. Но внутри железа может не быть. Поэтому очень важно при лабораторной диагностике оценивать комплекс показателей и гемоглобин, и трансферин, и ферритин, и коэффициент насыщения трансферина. Это самое основное. Это чтобы вы понимали сами и могли немножечко свои анализы интерпретировать. Скажите, а почему бывает часто у многих людей есть сейчас такая проблема, что ферритин снижен и очень сильно, и сколько бы железа люди не принимали, в какой форме всё равно железо может поймать, ферритин низкий? Юрий Андреевич, да, такое совершенно, наверное, часто бывает, именно когда общий пол белка снижен. То есть уровень белка в целом в организме снижен, и организм не может насинтезировать вот этот свой ферритин. То есть мы железо можем давать, можем принимать препараты, можем кушать продукты какие-то железосодержащие, но до тех пор, пока мы уровень белка в организме не поднимем, уровень ферритина тоже не повысится. То есть это такое кратковременное будет лечение. То есть только препарат железа мы отменим, а ферритин мы не успели накопить, насинтезировать новый. Есть ещё такое по практике, что когда некоторые врачи назначают, знающие лактоферин, вот поднимается. Лактоферин, он больше работает с трансферином, повышая белок трансферин. Не столько ферритин, сколько трансферин. Да, действительно, препараты лактоферина сейчас есть, и они помогают именно на этапе усвоения в просвете кишечника, работают там. Мне недавно одна компания, ну, испанские препараты, очень качественные, вроде как на европейском рынке, лучшие предложила. Когда я посмотрел состав и стал изучать, там было 9 Ешек, какие на что влияют, и потом связался с ведущим врачом вот этой лаборатории, она так, пожимая плечами, ну да, да, а там вплоть до онкологии побочные действия, там страшные побои. Я даже не стал связываться с этим препаратами, поэтому, вот я, например, сейчас не знаю, безопасны лактоферинов, или аналоги, которые могут повысить тот же трансферин и частично ферритин. Вот проблема. Если испанская компания, я поняла, о чём идёт речь, да, но лактоферин – это же наш естественный белок, лакто-молоко, то есть это белок, который содержится в грудном молоке, и мать своего ребёнка защищает этим белком. Но синтетически, конечно, тут вот этот вопрос о том, какой препарат выбирать, синтетически, либо всё-таки искать какой-то, да, натуральный? Абсолютно. Синтетические препараты в любом случае имеют побочные негативные действия. Это так же, как тот, те же синтетические витамины, они очень многие опасны. Натуральные путём экстракции другими способами получены, это совершенно другое дело. Одно дело витамин С из растения, которые, да, концентрируются, а другое дело синтетика, то, что вот Лаймус Поллинг, ты лауреат Нобелевских премий двух, он-то был прав по сути, но не прав по форме, так сказать, потому и умер сам, и жена его от рака, между прочим, хотя боролись и пытались сверхвысокими дозами С витамины отсрочить и оттянуть, и, скажем, ну, убрать такую вероятность. Однако всё-таки такая проблема именно потому была, в основном главной причиной, что это синтетические дозы высокие влияют как раз на неправильное деление клеток, то есть они вызывают вот как раз ошибки. Никогда структура, полученная вот эта синтетическая, не сравнится с природной, так сказать, живой, да, вот этой хилатной разной. Согласна абсолютно, то, что придумано природой, это то, что нами усвоится однозначно лучше, максимально, и пойдёт на пользу, и даже если какая-то там речь о передозировке, это организм просто мягко это всё от этого избавится, выведет. С синтетикой уже совершенно по-другому обстоят ситуации, да. Зачем нам витамины группы В и железо, как это связано? В9, В12, самые основные. Эти витамины участвуют в кроветворении, в костном мозге, то есть они, именно они участвуют в созревании эритроцитов, то есть тех клеточек, которые на себе переносят кислород. Без витаминов группы В эритроцит будет нездоровым, некачественным. Как правило, такие эритроциты крупные по размеру, это мы видим в общем анализе крови, увеличенные такие распластанные эритроциты. Чем это опасно? Эритроцит должен быть мягким таким, гудаперчивым, как гимнаст, он должен просочиться в мельчайшие капиллярчики, в мельчайшие сосуды, чтобы дойти до каждой клеточки, до каждого органа, до каждой ткани. Когда эритроцит крупный, чисто механически он где-то застрянет, то есть какая-то клетка уже просто недополучит этот свой заветный кислород. Такие эритроциты считаются нездоровыми. Поэтому очень важно следить за уровнем витаминов группы В, В9, В12. Но особенно считается, опять же, возвращаясь к вегетарианцам, не вегетарианцам, всегда считалось, что только вегетарианцы страдают дефицитом витаминов В12 особенно, потому что, как правило, он только в животных продуктах содержится. Но на сегодняшний день равнозначно весь этот дефицит. Я вот у своих пациентов вижу очень часто. Опять же, это на этапе усвоения проблемы, на этапе желудка и кишечника. В первую очередь, вот оттуда проблема идет. На этапе нарушения микрофлоры, потому что своя микрофлора тоже синтезирует эти витамины. Поэтому работать всегда нужно и с питанием, и со здоровьем желудочно-кишечного тракта. Но опять же, без восполнения дефицита уровня витамина в группе В, мы с вами не полноценно восполним дефицит железа. То есть железо можем пропить, но через какое-то время опять мы в этот дефицит провалимся. Поэтому вот эти очень важные кофакторы. Витамин С нужен для максимального усвоения в просвете кишечника, чтобы железо, это такой элемент со сменой валентности, то есть он постоянно переходит из двухвалентной в трехвалентной, обратно туда-сюда, и для этого нужен какой-то источник окисления. Витамин С является хорошим источником вот этого. Вот, здесь мне очень важно вас перебить, как раз про тот спор мясоедов ради оправдания своего рациона, так сказать, питания, когда они говорят разные глупости, лишь бы легче жилось и лишь бы легче елось. Они как раз очень часто говорят, что мясо потому необходимо, что как раз то самое железо трехвалентное, которое, так сказать, необходимо, а у вегетарианцев, то нет. И как раз дело-то вот именно, что витамины С здесь, а не в мясе, так сказать. И поэтому вообще есть вещь, практика, да, вот истина, как говорится, в частности, практика клитористины. То, что есть на самом деле, мы же видим прекрасно, что есть сотни миллионов там, ну, в мире, да, вегетарианцев и веганов, и даже сыроедов веганов, которые и живут прекрасно, и долго, и так далее. Так, тогда давайте, чтобы закончить вот эту тему, и что же можно здесь посоветовать людям, да? Есть ли еще какие-то проблемы вот здесь, которые люди недопонимают, да и многие врачи, с темой вот дефицита железа, ферритина, трансферина? Да, но здесь основная проблема в таком некомплексном лечении, неполноценном, то есть каким-то вот вырванным таким вот куском, то есть мы одно железо только, как правило, за него цепляемся, его стараемся наесть, напить, а про все остальное, либо кто-то об этом просто не знает, либо не уделяет, по-моему, такого достаточного внимания, то есть вот именно по факторам, по факторам для того, чтобы это железо усвоилось, потому что на самом деле часто бывает и даже железа-то достаточно, железа самого достаточно, но недостаточно вот этих помощников, недостаточно помощников, которые будут железу этому помогать, усвоиться, запастись и стать активным в нашем организме. Это вот очень важно тут тоже зрителям сказать, это вот как проблема остеопороза, все начинают вот эту песню петь про дефицит кальция, и вообще быть не может дефицит кальция, но вообще не может быть, если вы, грубо говоря, не только один хлеб белый из вот этой пшеничной высшего сорта муки едите, потому что если вы хоть какую-то зелень едите, вот все, что зеленого цвета, это не только магний, но и железо, магний вообще зеленый вот цвет придает за счет минерала магния, но дело не в этом, не только, кальций есть практически везде, кальций есть в том числе в зелени всегда, но плюс какие-то овощи, фрукты, люди едят в любом случае, хоть какие-то, поэтому тут проблема только в витамине Д3, который дефицит у всех, потому что чтобы кальций, да, дошел до кости и усвоился, нужен витамин Д3, а второй момент, который даже врачи почти никто не знает и не говорит, чтобы одно дело, кальций должен усвоиться этот раз, а чтобы он удержался в кости, не вымывался оттуда, нужен витамин К2, тоже некоторые врачи говорят, витамин К, не бывает витамина К, бывает витамин К1 и К2, это разные витамины, и разные функции несут, К1, грубо говоря, чтобы сосуды крепкие, микрокапилляры были, и чтобы зубы, вот когда человек чистит, не кровоточили, ну это я примитивно говорю, там другие функции очень важные есть, да, там свертываемость белка, там и так далее, вот, а что касается К2, это как раз удержание кальция в кости, поэтому проблем с кальцием вообще нет никакой, это безграмотность, поэтому когда говорят, пить молоко надо, чтобы кальций получить, это такой бред, это такая бредятина, вокруг, откуда тогда кальций в молоке у коров образуется, они не едят молоко, не пьют, да, и не едят другое, ну вот, ну хоть люди бы, самая, знаете, какая большая проблема, это то, что после Сталина перестали изучать в средних и старших классах науку логика, вот самая большая проблема, все остальное это вообще не имеет значения, потому что если бы человек получал, имея знание о том, как строить мысли, вот структурировать их и понимать из того, что ты изучаешь вообще, да, так сказать, нужно обладать структурным анализом, таким логическим мышлением, логику надо изучать, но кто, кому это врожденно не дано, мало кому это дано врожденно, поэтому вот большая беда, а сейчас, имея переизбыток информации, но не умея отчленять, вычленять важное, да, не умея мыслить логически, люди тонут в потоке этой информации, так сказать, муха от котлет, что называется, отличать, отделять не могут, вот так вот, ну что ж, тогда, если все о причинах, о взаимосвязях, в общем-то, сейчас понятно, действительно, зрителям теперь стал, я надеюсь, потому что, действительно, каша в голове в этой теме, то, может быть, перейдем тогда к вопросу, как быть, как увеличить, поднять и железо, не просто там принимая сейчас какие-то препараты, вот прям на этом этапе поднять, а завтра что будет, ну, понятно, что нужно убрать те причины, первопричины, которые привели к низкому железу, к проблемам с ферритином, трансферином, и анализы, какие сдавать, чтобы контролировать, теперь ясно, а как глобально, вот убрали паразитов, потому что паразит это большая тема, та же аскорида, да, так сказать, выпивает взрослый особь до 30 миллилитров крови из кишечника, пробуравливая его, и это потери, говорят, вот женщины, месячные, ну, это понятно, что одна из причин, да, дефицита железа, бывает обильный, когда у некоторых, это, пулевые ранения, там, не знаю, у раненых бойцов, ну, это тоже, да, причина, естественно, дефицита железа, но это восполнимое, это периодическое, это все понятно, а вот паразитов никто не учитывает, как правило, а и врачи, даже многие, не назначают срочно сдавать анализы на определенные виды паразитов, которые, по крайней мере, вот, ну, сразу на ум приходят, типа аскорид, хотя, безусловно, и через кишечник можно высасывать те же бычьи цепни, да, все, большое поверхность тела могут высасывать огромное количество питательных веществ из кишечника, в том числе и железо, который не будет просто всасываться в кишечник, через кишечник в кровь, и, соответственно, будет дефицит, это ясно, но, если мы убираем паразитов, а надо проходить антипаразитарные программы, я всем говорю, два раза в год, ну, какие, все, ссылку дадим тоже, вот почему, собственно говоря, мы и решили, да, провести эту, эту вот лекцию, ликбез, что изменилось, что появилось принципиально, может быть, новое или хорошо забытое старое, какие свойства обнаружились у пихтовых компонентов, скажем так, которые помогут решить эту проблему, и почему, что такого удивительного здесь? Юрий Андреевич, я, знаете, еще маленечко по витамину D хочу добавить, да, потому что витамин D, вы очень важный вот момент отметили по усвоению кальция, но он точно так же нам необходим и при усвоении железа, каким образом, связь вроде бы такая, на первый взгляд непонятная, витамин D это всегда иммунитет, иммунитет везде причем, это и иммунитет противовирусный, противобактериальный, в том числе иммунитет кишечника, то есть при дефиците витамина D, кишечник точно так же страдает, кишечник это вообще конгломерат иммунных клеток, иммунных лимфоатических узлов, то есть там барьер очень мощной иммунитета стоит, и при дефиците витамина D и микрофлора страдает, и создаются такие благоприятные условия для как раз вот размножения вот этих всех паразитов, и для того, чтобы они там прижились, то есть даже если человек проходит противопаразитарную программу, но при этом остается в дефиците витамина D, все равно у него предпосылки остаются для того, чтобы опять прекрасно там все это дело заселилось, поэтому витамин D, вот для чего, какую роль он играет в усвоении железа, то есть вот этот дефицит, глобальный дефицит витамина D приводит к нарушению работы кишечника микрофлоры, который в свою очередь приводит к нарушению усвоения железа, вот такой вот замкнутый круг. Вы знаете, очень важная тема, то есть дело в том, что вот у меня было 2 или 3 видео на канале выходило про витамин D3, у витамина D вообще, глобально говоря, очень много важных функций и задач, и с иммунитетом, совершенно верно, с кишечником, поэтому, кстати, некоторые люди думают, вроде и более-менее питаются правильно, и в общем-то в целом здоровый образ жизни ведут, а вот постоянно кишечные расстройства, дисбактериозные состояния, очень часто бывает, когда, ну да, там убирают паразитов, прочее, все вроде нормально, а вот начинают принимать приличные дозы витамина D3, потому что сейчас в дефиците он у всех, и солнце никакой, нигде, даже вот из Калифорнии там пишут, где-нибудь из самых южных солнечных стран и государств, регионов, что голыми ходят целый день, дефицит все равно есть. Так вот, почему? Это отдельный вопрос, что изменилось планетарно сейчас, что-то изменилось глобально, это точно лет там 20 назад условно, но скажу так, что устранить дефицит витамина D3 в очень многих случаях проходят и проблемы с кишечником. Однозначно, однозначно, да, я совершенно согласна. Да, проблемы с кишечником – это проблемы со всем организмом рано или поздно. И еще один важный такой помощник у фактора – омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты. Каким образом они тут влияют? Омега-3 – это строительный материал, структурный материал каждой клетки. Он входит в состав мембраны каждой клеточки, в том числе в мембрану клетки эритроцита, того самого главного нашего переносчика гемоглобина. И до тех пор, пока мембрана будет нездоровая, пока она будет некачественная, неэластичная, неполноценная, эритроцит будет больным. И вот этот гемоглобин будет тоже не будет достаточно кредко протискиваться в эти мелкие капилляры, в мелкие сосудики. То есть эритроцит такой становится ригидный, некачественный, с стеночкой такой не очень здоровой. И еще очень-очень важный момент, что мешает, мешает именно даже не столько усвоению железа, а сколько уже вот его усвоили на уровне клетки. Это повышенный уровень сахара, гликация так называемая. Это к вопросу о питании, о чрезмерном злоупотреблении углеводами, причем не только с рафинированными сахарами, но и с крытыми сахарами. В принципе, вот это частое дробное питание, бесконечные перекусы, чай, кофе и прочие-прочие вещи. Во-первых, это и по микробиому опять бьет, по здоровью кишечника. И это провоцирует развитие гликации. Процесс, который, если образно его сравнить, это склеивание белков. То есть вот этот избыток глюкозы, который уже в клеточку не заходит, в кровотоке становится очень токсичным. И долго, особенно долго живущие белки, склеиваются, становятся такими ригидными, неправильно теряют свою функцию. К долго живущим белкам как раз относится гемоглобин. Гемоглобин живет у нас 3 месяца, поэтому в течение 3 месяцев, если он гликирован, если он склеен сахаром этим, он уже не будет отдавать кислород. То есть мы с вами можем это железо и съесть, и выпить, но гемоглобин уже этот кислород не отдаст клеточке, потому что гликированный гемоглобин, у него нарушена диссоциация. То есть он гемоглобин очень плохо отдает. И гипоксия вот на этом этапе происходит. То есть вроде бы я пью препараты железа, но тут же параллельно там это все чаем сладким запиваю, то, конечно, пекация, она мешает, мешает в своем. Вот вы очень важную тему подняли. Я постоянно в своих видео уже года, ну как минимум 2, вот в той или иной связи. И везде вижу взаимосвязи, говоря о проблемах сахара в рационе питания, глюкозы, фруктозы, вообще в целом избыточного их количества, как раз проблемы со здоровьем во всех сферах наблюдаются здесь. Потому что начинается, естественно, с кишечника, ну начинается с инсулинорезистентности, которая является преддиабетом второго типа, а потом уже диабетом, но тут сразу проблем куча. Это я зрителям еще раз напомню мою лекцию, посмотреть инсулинорезистентность, что будет, если вы откажетесь от сахара сладкого на 10 дней, ну и так далее. И насчет дробного питания. Вот в очередной раз, раньше считалось, что это хорошо, правильно, наоборот, это абсолютная глупость. И вы тем самым скачки сахара инсулина в крови, соответственно, поднимаете, у вас постоянно повышенный сахар, постепенно все те же проблемы развиваются. А вот, например, интервальное питание, так называемое интервальное голодание 6,18, 4,20, как раз в противоположности этому. То есть как раз этот путь к здоровью для многих единственный, особенно для тех, кто не может похудеть. Говорят, я не ем, а не могу, потому что у вас уже замедленный обмен веществ, и уже, так сказать, там даже может подойти, придется и, грубо говоря, 4, там, 48 условий. Ну, то есть, вернее, 48 промежуток между питаниями. Но это отдельная вообще тема, не будем сейчас об этом. Значит, получается, тем затронуто много, важных очень. Мы подведем итог прямо вот буквально в конце этого видео. Так что же надо усвоить вам, ну, каждому человеку, чтобы вот не просто поднять сейчас, вот сегодня, приняв таблетку, железо, а наладить просто этот обмен веществ, и в частности железо, да? И в связи с этим самое-то главное, что чтобы жить дольше, жить качественней, прожить жизнь, соответственно, не испытывая дефицит кислорода. К чему мы? Потому что смерть – это отсутствие, по сути, кислорода в тканях. Да, и еще проблема в этой связи нашей темы повышенного сахара в питании человека. Вот это гликирование, что происходит, ведь уже гемоглобин, эритроцит живет меньше, чем он жил бы, если бы человек не ел сахар. Он будет просто по количеству времени жить. То есть, во-первых, кислорода меньше доносится до каждой клетки, а расход белка опять-таки увеличится, потому что погибая белковые клетки, а это все белки, вообще все, витамины, ферменты, гормоны, да, это белковые природы вещества. И чем меньше будут жить любые клетки и вот эти соединения в нашем организме, которые самые организмы синтезируют, тем он вынужден будет больше синтезировать. И чаще эти же вещества, значит, мы получаем замкнутый порочный круг. То есть, когда нам опять нужен белок, а его и так в дефиците, да? То есть, его и так мало не хватает, он в дефиците, а мы тратим его, не соизмерим. Вот, кстати, поэтому, говоря насчет мясоедения, что это ничего может не дать человеку вообще даже в этом смысле, потому что вопрос-то не только в том, какой и сколько и как усвоится белок, а белок просто так усвоиться не может. Он вообще, вот кто не знает, я поражаюсь этому, в школах учили этому, но люди не помнят, что любой белок, вообще любой белок, какой в организм поступает, он должен разобраться до аминокислот в ЖКТ, в кишечник, из тонкого кишечника в кровь, вернее, всасываются монокомпоненты, то есть, аминокислоты, которые током крови доносятся до каждой клетки организма, а там уже в органеллах и рибосомах происходит сборка белка, это называется биосинтез белка. И в этом смысле для питания человека белок не нужен, нужны аминокислоты. А высокомолекулярный белок, чем он сложнее, чем цепочки длиннее, они сложнее в том, чтобы их организм разобрал до мономеров, до аминокислот. Так что тут как раз никакого отношения, так сказать, вот именно к дефициту железа и всем прочим проблемам мясоедения или вегетарианства как раз не имеет. Напротив, с вегетарианством здесь проще. Просто есть проблемы у людей, те проблемы, которые они просто не знают, не думают о них, и врачи не говорят многие, к сожалению, потому что многие просто сами не знают. Вот они проблемы. Дефицит витамина D, дефицит витамина C, витамина B9, фолиевой кислоты B12, соответственно, повышенный сахар в рационе питания, плюс, ну да, там стрессы, они там опосредственно влияют, там, периодически, да, это проблемы с кишечником, но они вызваны как раз дефицитом витамина D3, излишним сахаром в рационе питания, постоянным вот этим дробным питанием, перекусами, по-другому говоря, ночными, вечерними питаниями, плюс к этому добавим, потому что полноценно работать под желудочной железой не может, когда человек ест постоянно, это тоже вообще отдельная тема, да, потому что у него должен быть период покоя, обязательно, когда она решает свои внутренние проблемы регенерации и так далее, ну, доказательством тому, например, старые врачи это знали, что если панкреатит у человека, вот, острый приступ, то спасти его можно только лишь абсолютным голоданием, по-другому вообще невозможно, ну и так далее. Вот эти взаимосвязи, вы внимательно, дорогие друзья, я советую вам, пересмотрите это очень важное видео и законспектируйте. Я сейчас мог не все по памяти пункты сказать вот этой проблемы. Ну, дефицит самого белка, то есть не хватает белка, а дефицит белка не потреблением мяса устраняется, а потреблением пищи с высоким содержанием всех, в том числе незаменимых аминокислот. Например, крапива, например, крапива содержит все незаменимые аминокислоты, овес, овес содержит все незаменимые аминокислоты. Кстати, между прочим, и именно в том числе потому, например, лошадь, если как корову кормить травой, вот, полностью любыми травами, произрастающими на плодородных почвах, этого будет недостаточно для ее выносливости, силы и тяговых вот этих нагрузок. А овес именно дает это, и мышцы какие, и так далее. Но не потому, что, значит, вы скажете, что вроде это для лошади одно для нас другое. Нет, как раз с овсом тут дело совершенно не так. Это вообще отдельная, уникальная тема. У меня было на эту тему видео про овес. Ну и многие продукты содержат все растительные незаменимые аминокислоты, но Актоза заставляет есть один продукт. Можно съесть 5-10 продуктов растительных, в которых в одном есть 7 из 8 незаменимых аминокислот, в другом 5, да, а совместные будут все. Поэтому дело здесь совершенно не вот в питании в плане мясоидного вегетарианства. А вот в этих проблемах вот это надо понять, что просто глупость такую больше никто из вас не говорил. Но это же важно быть человеком образованным и хотя бы знать в качестве ликбеза основы вот такие. Вот. Но теперь вы знаете не только основы, а вот еще важные взаимосвязи. И теперь мы можем перейти вот к теме как раз в завершении, к теме очень важной. Давайте вы, Ксения Владимировна, расскажите в завершении, что вы хотели сказать про вот пихтовые вот эти компоненты особые и что это дает в плане нашей темы железо-ферритин. А я потом скажу в конце, вот люди же спросят, ну как устранить дефициты вот того, что вы сказали. Витамин D3, C, я вот B-витамин, я про это скажу. Хорошо. То есть возникает у нас вопрос, как железо-то это восполнить, как его наесть. Конечно, традиционная медицина тут предложит ряд лекарственных препаратов, но опять же здесь вопрос в усвоении. То есть когда кишечники больные, когда есть какой-то очаг хронического воспаления, вот эти все синтетические искусственные препараты, они частенько нам могут только ситуацию усугубить и нарушить и работу кишечника, и микрофоры, поэтому очень часто пациенты сталкиваются там то с запорами, то наоборот с каким-то послаблением стула, то с аллергическими реакциями. Такое бывает, потому что больной кишечник туда бросать что-то сложно, то есть и рассчитывать на хорошее усвоение. И, конечно, я, как такой тоже натуропат, я всегда люблю, отдаю предпочтение препаратам натуральным, растительным, то, что создано природой самой. И концентрат на основе клеточного сока пихты, конечно, я считаю, это один из таких наших помощников очень сильных. Почему? Потому что, во-первых, это источник легко доступного железа, здесь железо находится в связке с специальным таким особым комплексом хилатным, то есть хилатные формы аминокислотные, они позволяют веществам легче усваиваться именно на этапе усвоения процедии кишечника. Сейчас даже и искусственные препараты делают хилатные, но природные, это, конечно, то, что нам природа дает, это всегда будет легче, легче и естественнее. Кроме того, это хороший источник и витамина С, и минералов. Это очень мощный антиоксидант, то есть сам состав, он уже благоприятствует более легкому переходу вот этой валентности этого железа и усвоения. Сам концентрат является, тоже сам по себе, это такая горечь отчасти, то есть это улучшает работу желудочно-кишечного тракта, желчооттока, что помогает, опять же, активации работы ферментов, то есть даже сам процесс пищеварения налаживается при приеме этого препарата. Это очень важно, наладить работу кишечника, чтобы в дальнейшем из продуктов питания обычных вы даже и белок лучше усваивали, и железо тоже самое. То есть такой, получается, комплексный растительный препарат, который, учитывая сразу несколько задач, которые мы обязательно должны решить с пациентом на этапе восстановления дефицита железа. А скажите, вот на практике, ведь с чего началось? Вот наш общий знакомый и коллега, да, собственно, прислал мне письмо, в котором говорилось о том, что сейчас проводятся вот тестирования, и были уже такие эксперименты, когда люди потребляли именно этот пихтель, да, препарат, из пихтовой хвои полученный, потому что на основе пихтовой вот этой хвои получается несколько уникальных препаратов. Эспинель, это мы знаем как сильный антипаразитарный препарат, который помогает даже тогда, когда вот многие хорошие комплексы не справляются, ну, скажем, когда у человека, например, поражение апистархозом, да, который очень сложно, очень сложно вылечить, или там лемблиоз, то вот, хотя это простейший, это не паразит, в том смысле, что это глисты, да, это не черви, а именно это одноклеточные протозойные простейшие, ну, просто по классификации-то я так скажу, ну вот, но тем не менее, это большая проблема, вот лемблиоз у детей, там, и вот эспинель справляется, когда его добавляют, вот, скажем, с антипаразитарной программой. Это, у меня видео даже об этом было, дорогие товарищи, кому интересно, посмотрите, мы ссылку оставим под этим видео, но теперь, ведь мы говорим сейчас о железе, ферритине, трансферине, и вот в этой связи, чем хорош и какие, вот, мы видим результаты, практические применения этого препарата Пехтель? Да, мы, почему еще обратились именно к этому препарату, Егор Александрович как-то случайным образом со мной созвонился и поделился опытом, что есть результат, то есть были результаты до начала приема препарата, и спустя месяц приема препарата, срок на самом деле небольшой, но уровень ферритина и гемоглобина у нескольких человек поднялся, и мы загорелись идеей проанализировать, насколько действительно это эффективно работает, и сейчас мы собрали группу у пациентов, у нас уже 70 человек, которые уже вот начали прием, мы отследили их показатели основные по железу до начала терапии, сейчас мы в процессе приема препарата, причем мы работаем с ними именно вот комплексно, то есть то, о чем мы с вами сегодня проговорили, над усвоением белка, над восполнением дефицитов витаминов группы В, омега-3, витамин Д, то есть в комплексе мы с этими пациентами работаем, и как источник железа мы используем препарат Пехтель, и в плане у нас работы на 3 месяца, в конце 3 месяца мы повторно сдаем анализы и будем делать наше заключение. Скажите, а как долго эти пациенты уже пропивают программу, есть ли какие-то промежуточные уже результаты? Мы на самом деле начали не так давно, то есть максимальный срок приема у пациентов 2 недели, то есть по анализам мы еще пока рано делать какие-то выводы, но по самочувствию мы постоянно на связи с группой, по самочувствию пациенты отмечают, кто-то пишет, мне легче вставать по утрам, у меня больше сил, у меня больше энергии, к вечеру я не такой разбитый, не такой сонливый, ну то есть по общему состоянию люди чувствуют себя уже изменения в себе, у кого-то со стороны кишечника изменения присутствуют, то есть даже за 2 недели есть результаты субъективные, то есть объективно нам еще делать выводы рано, но субъективно да. Да, нет, но 2 недели для общего состояния, вот улучшения уже понятно, почему они вернее есть, скажем так, потому что, как я всегда говорю, комплексный подход, да, когда мы учитываем вот все причины, ну по максимуму, насколько это возможно, многие причины, первопричины, если мы устраняем их, то безусловно результат не заставит себя ждать, потому что правильные меры, они приносят порой результат сразу, то есть иногда люди на следующий день уже чувствуют изменения, ну вот именно, что легче встать и больше энергии и сил, а потому что действительно ведь по сути устраняются главные причины не только вот проблемы с железом, а ведь это, так сказать, мы только одну тему взяли, организм гораздо сложнее, и не бывает так, что один препарат или одно вещество, да, влияет на какую-то только одну функцию или, да, один минерал там и так далее. Тем более, такие важные основополагающие темы, ведь у меня только видео на штук 20 было, вот от, начиная витамина С, Д до группы В. Скажите, пожалуйста, вот нашим зрителям, как правильно применять, из какого, кстати, возраста, что еще важно, можно ли детям, какие дозировки пехтеля и как его правильно принимать? Вообще, железо очень такой капризный элемент и не любит присутствие многих-многих компонентов, поэтому я всегда рекомендую любые препараты железа принимать отдельно от приема пищи, либо натощак, либо после еды, минут через 40, через час, потому что такие компоненты пищи, как кальций, магний, фитаты, танины, они все препятствуют усвоению железа, поэтому лучше не смешивать. Единственное, с чем я рекомендую, это витамин С, то есть витамин С, наоборот, наш помощник, и он будет только на пользу, поэтому какие-то кислые ягоды, кислый морс, может быть, даже вода с лимоном запивать препарат, вот это да, я так советую пациентам. Начинать, так как это концентрат, я рекомендую начинать с минимальных дозировок, то есть где-то с четвертинки чайной ложки, с половинки чайной ложки, постепенно увеличивая до одной чайной ложки. Мы, на самом деле, нет таких глобальных исследований именно вот по растительным препаратам, поэтому пока у нас, на самом деле, такой какой-то интуитивный подход, и вот мы как раз по анализам потом отследим, насколько вот эта дозировка будет адекватной. Почему на одной чайной ложке я остановилась? Потому что считается вообще, что дробное такое поступление в течение дня железа хуже усваивается в просвете кишечника, потому что идёт насыщение вот этих эпителиальных клеток кишечника, и дополнительное железо уже не будет достаточно хорошо проходить. Поэтому я рекомендую дозировку в один приём. Ага, то есть один раз в день. Да, один раз в день. И поэтому, да, вот это важно, чтобы люди знали, как это можно принимать в этой связи с тем, что они принимают что-то другое. Это совместимо. Просто по времени надо разносить. Вот и всё. Да, разносим по времени, совершенно верно. Ага, отлично. Ну что ж, тогда я вот что скажу. Значит, витамин С, концентрат. К сожалению, сейчас вот то, что поставляла компания Dual Life, наши старые зрители знали, это очень лучший в мире, я считаю, концентрат. Витамина С больше его нету, но сейчас уже будет или уже есть на момент того, как вы, дорогие товарищи, смотрите это видео, другой концентрат, аналогичный из Индии. Ссылку я оставлю, но под этим видео будет. Далее, витамин Д3 пока ещё есть уникальное масло 4 в 1, так называемый витамин Д3 плюс К2. В общем, натуральный Д3 оказывается, да, то есть, вот, например, можно и получен из лишайника. Вот, для веганных, да, скажем, и плюс к тому, он наиболее идеален и чист, скажем, потому что вот тоже проблема какая из жира, там, скажем, рыбы так далее, очистка. Проблема. И вот это как раз, вот это как раз, если препараты Исаева, да, они и сейчас производят, профессоры Исаева и сейчас производятся по уникальной, действительно очень дорогой, сложной технологии, многоступенчатой очистки там и так далее, то вообще, в принципе, этим мало кто заморачивает. А вот с лишайником, а он растёт только в сверхэкологически чистках местах, да, это, хорошо, вот это масло 4 в 1, это как совет, а есть оно у нас ещё пока, ну, тоже, как закончится, будем думать, что делать. Теперь, витамин, тут проще, витамины группы В, спирулина, хлорел, содержат всю линейку, всю вообще, от В1 до В17 лайтрила даже, но В12 вот в активной форме в хлореле вроде есть, ну, скажем, вроде, потому что точно неизвестно, спирулина вроде бы содержит не ту форму там, неактивную, но это В12 просто отследить периодически из-за этого анализа в любом случае, как и на гумоцистеин. Да, что ещё у нас? Омега-3. Омега-3 это, безусловно, препараты профессора Исаева, это вот ЭБК до ВК, это вот, ну, лучшее, что может быть. Далее, что мы с вами ещё... Да, ну, белок. Кто эбеган, вегетарианец, смотрите просто по составу растительных продуктов, только не сою, пожалуйста, уже убьёте гормональные системы, ему постепенно организма и вот эти вот фитогормоны, которые там содержатся, неполезная штука. А вот тот же конопляный протеин, протеин 4 в 1, но как дом, если концентрат, мы говорим не только из продуктов питания, а концентраты. А продукты, это моё видео, да, всё об этом сказано. А та же спирулина, хлорела, до 78% белка, включая все, конечно же, вообще все незаменимые на кислоты, ну, вот, например, мясе 23-26 грамм, на 100 грамм продукта. А спирулина хлореля 70% до 78%, в 3 раза больше. Это тем более, что чем, почему, какой резон их принимать дополнительно, эти уникальные суперфуды, так называемые. А потому что они содержат, да, практически все витамины, ну, практически все и очень многие минералы. Вы знаете, я предлагаю, если вы не против будете, если будет к этой теме интерес, может быть, мы проведём с вами как-нибудь такую запись как раз, как по анализам крови можно судить о тех или иных проблемах, на что надо обратить внимание, какие показатели нам говорят о том или о другом, да? С удовольствием, да, с удовольствием буду полезен. Это очень важная тема, которая практически не освещена, и люди, ну, смотрят на эту бумажку, а там всё зависит от врача, насколько он знает, понимает, к сожалению, сейчас образование, то есть вот сейчас вообще важно не образование, честно говоря, а самообразование. Самообразование, да, 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 совершенно верно. Потому что врач – это ещё не бог, это не просто что-то вот такое, знаете, непогрешимое, это такой же человек, он может быть лентяем, он мог учиться по классике, то есть по Пушкину, чему-нибудь и как-нибудь, правда? Совершенно верно. А может изучать, потому что это ему интересно, это ему там необходимо, как ломоносом. Вот и всё, просто вот жажда знать. Так, всё, вот давайте на этом тогда на сегодня мы завершим. Я благодарю вас, потому что тема важная, и осветили вы её очень полно, так, ну, всесторонне, если можно так сказать, потому что вот теперь каши в голове, по крайней мере, у людей не будет, я лишь советую сделать конспект, то есть пересмотреть лекцию, сделать конспект. Вот, для начала это более чем достаточно. Да, и, конечно, скажу, что приобрести вот этот Пихтель, Эспенель, Кедрель, ну, почитайте вообще, зайдите, давайте так, дорогие друзья, под этим видео будут ссылки. Вы зайдите под товар, например, Пихтель, посмотрите, прочтите аннотацию, ну, естественно, можете приобрести в любые города России и страны мира, мы отправляем наши любые продукты, товары. Мы работаем с этой компанией уже несколько лет. Эспенель себя зарекомендовала великолепно, и эти препараты очень хороши, просто мало кто об этом знает. Ну, и это, естественно, натуральное, природное сырьё, экологически чистое и очень эффективное, очень. Будет желание, сможете приобрести непосредственно эти, неподдельные, вот конкретно эти, о которых мы говорили в препаратах. Вот и всё. И послушайте две минуты очень важной для вас моей рекламы. Товаров, за которые я отвечаю лично, которые укрепляют здоровье и продлевают жизнь. А также будет информация, как купить, заказать наши товары не только жителям России, но и тем, кто проживает за границей в любых странах мира. Слушайте. Уважаемые зрители, всем, кому дорого своё здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну, а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары, вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Всё это налажено, обо всём сказано на нашем сайте в разделе «Доставка и оплата». Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на моё видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет – измеряйте среду обитания, ну где вы живёте и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на всё это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего, до свидания.